МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Губерния. С событиями, происходящими в регионе, вас познакомят наши корреспонденты и я, Сергей Веселов. И сейчас коротко о главных темах выпуска. Уголовное дело вместо детского сада. Вшу и долгострой может обернуться сроком для чиновника. Сколько миллионов заплатили за невыполненные работы? Забинтуем всех. Сможет ли наша медицина обойтись без импортных перевязочных материалов? Не оправдывайте тех обязанностей, которые на вас возложены, как по экономии бюджетных средств. Какую роль в импортозамещении придется сыграть ивановским текстильным предприятиям? Допрыгались. Травмы на соревнованиях получили юные батутисты. Первая медицинская помощь была оказана сразу же. Кто виноват и когда челябинских спортсменов выпишут? От работы не убежишь. За кем гоняется служба занятости на колесах? Что-то серьезное умеет. Так как-нибудь выживаться. Сколько вакансий в базе данных и какую работу предпочитают селяне? В злоупотребление должностными полномочиями подозревается руководитель Шуйского управления городского хозяйства. Сегодня следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Шуйская прокуратура и областное управление ФСБ проверили законность расходования бюджетных средств при строительстве детского сада в райцентре. Стройка так и не была завершена. Выяснилось, что руководитель управления городского хозяйства перечислил подрядчику ООО «Гелиострой» 11 миллионов рублей за невыполненные работы. В частности, были подписаны соответствующие акты на укладку стены крыши, установку плит перекрытий. По факту это не так. Материалы проверки стали поводом для возбуждения уголовного дела. Стоит отметить, что на этом объекте сменилось уже два подрядчика, а очередной конкурс признан несостоявшимся. Никто достраивать детский сад не берется. Еще одна громкая отставка в правительстве. Освобожден от занимаемой должности заместитель начальника департамента ЖКХ Артур Наговицын, курировавший в области программу переселения граждан из аварийного жилья и капитального ремонта. По отрицательным мотивам. Хотя, не дожидаясь предложения уйти, Артур Наговицын написал заявление по собственному желанию. Доля импорта в поставках перевязочных средств для государственных нужд составляет 40%, тогда как отечественные производители уверяют, что могут полностью обеспечить больницы качественной продукцией по более низким ценам. Ассоциация добросовестных производителей написала письмо президенту страны и просит поддержать своих и ограничить доступ импортной продукции. Чем мотивируют текстильщики свое обращение, расскажет Ирина Афонина. Постановление правительства России от 5 февраля нынешнего года устанавливает ограничение допуска отдельных видов импортных медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд. Однако, по мнению ивановских производителей перевязочных материалов, которые сегодня поставляют около 70% продукции на отечественный рынок, в ограничительном перечне должны присутствовать ватно-марлевые изделия. К примеру, салфетка, изготовленная по ГОСТу, весит 36 граммов. Евросалфетка легче на 23% и дороже в полтора раза. Наши перевязочные средства являются перевязочными, впитывающими средствами, а в Европе это поддерживающий материал. То есть наш ГОСТ более жестче, чем европейский. В региональном правительстве на заседание Ассоциации текстильщиков собрали производителей и медиков. Последних со знакомительной целью, поскольку руководители учреждений здравоохранения региона с нашей местной продукцией в повседневной работе, как оказалось, не очень-то и знакомы. К сожалению, не все стандарты сегодня, они выполняются нашим отечественным производителям. Казалось бы, ГОСТ прописали в тех заданиях, а получаем продукцию, которая, в общем-то, имеет разреженную нитку. Главный врач седьмой больницы посетовал, что наши производители не активно сотрудничают с лечебными учреждениями. Чего нельзя сказать о дистрибьюторах иностранных фирм. Я вот, если честно, не имел опыта общения ни с одним из производителей, ни с одним из ваших представителей. Артур Фокин предложил привезти в клинику демообразцы и обещал, что хирурги напишут отзывы. Отечественную марлю покритиковал. Текстильщики возразили, что на рынке процветает контрафакт. Необходимо вернуть лицензирование этого вида деятельности и внести порядок в систему проведения конкурсов и аукционов. Для того, чтобы выиграть поставки, представители импортной продукции разработали целую методику. В итоге наши производители остаются за бортом. Нужно ввести понятие монолот. Никто не запрещает больницы. Использовать современные периодочные средства импортные, которые не производятся сейчас. Но их нужно выделять в отдельный лот. Что же касается плохого качества нашей марли – клевета. Заместитель председателя правительства Светлана Давлетова добавила, что руководители больниц должны стоять на страже интересов своих производителей, но не из патриотических чувств. Перевязочные материалы вполне конкурентоспособны и по качеству, и по цене. В данном случае вы, как государственные служащие, не оправдываете тех обязанностей, которые на вас возложены, как по экономии бюджетных средств. Потому что рынок вы не изучаете, я так понимаю. Нашу продукцию, наших производителей вы к себе не приглашаете. Альянс производителей медиков необходим и будет отработан на региональном уровне. Ирина Афонина, Владимир Хмелев, программа «Губерния». Тем временем медики Кенишемской ЦРБ едва не остались без 15-процентной надбавки. Приказ о снятии доплаты за вредность должен был вступить в силу 1 ноября. Работников больницы выручило обращение в профсоюз. Проверка выяснила, что в 2014 году одно из профильных нижегородских предприятий на контрактной основе провело спецоценку условий труда кенишемских медиков. По результатам этой оценки условия труда в районной больнице были признаны безопасными. Однако, как показала выездная профсоюзная инспекция, нижегородцы работали вразрез с установленными нормативами, которые особо оговаривают специфику работы медиков. Работодатель ошибку признал и пошел навстречу пожеланиям коллектива и профсоюза. Работодатель заверил профсоюз о том, что решение об отмене выплаты не будет исполнено. Соответственно, мы ждем отмены этого приказа. Плюс этого, мы сейчас рассматриваем вопрос обращения в суд для того, чтобы отменить в судебном порядке те результаты, проведенные в спецоценке. Неприятное событие произошло на всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте, которые проходят в Иванове. Двое спортсменов из сборной Челябинской области получили травмы на турнире. По словам главного тренера Челябинской команды, травмы спортсмены получили из-за низкой температуры в зале спорткомплекса «Олимпия». Одна из спортсменок надровала связки в шейном отделе, другой получил ушиб стопы. Первую медицинскую помощь удалось оказать на месте. Скорая приехала довольно быстро. Пострадавших доставили в одну из Ивановских клиник. Первая медицинская помощь была оказана сразу же. Скорая помощь приехала очень быстро. Как бы это не заняло, наверное, 20 минут. На данный момент уже ничего серьезного такого нет. Все сложилось наилучшим образом. Спортсмены идут на поправку. И в скором времени они вернутся в строй. Трагедия на Северном аэродроме обрастает подробностями. Однако официальные органы до сих пор хранят молчание. Напомню, 2 ноября на Северном аэродроме погиб человек. Обстоятельства гибели туманной. Версии выдвигается много. Был раздавлен самолетом, выпал из люка шасси, гулял по взлетной полосе и по нему проехалось воздушное судно. Военное ведомство, прокуратура, следственные органы пока никак это событие не комментируют. Между тем, как стало известно, молодой человек, попавший под самолет, состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Некоторые ивановские интернет-ресурсы со ссылкой на знакомых, якобы лично знавших погибшего, уверяют, что он буквально за два дня до трагедии устроился работать на военный аэродром. Во второй части выпуска вы узнаете, зачем биржа на колесах приехала в поселок Подвязновский, а также как благодаря гражданской родительской солидарности удалось отстоять молодого педагога. Об этом и не только буквально через пару минут. Вы смотрите программу «Губерния». Почему День народного единства в Иванове начался с минуты молчания? И что происходило во время праздника на улицах города? На месте событий побывала Наталья Горюнова. Десять лет назад День народного единства стал государственным праздником. Сегодня это не просто красный день календаря и дополнительный выходной. В среду утром жители города собрались у памятника Георгию Победоносцу, чтобы поздравить друг друга. Однако началось мероприятие совсем не весело. Минутой молчания ивановцы почтили память погибших в крупнейшей в истории гражданской авиации нашей страны туристов. Возложение цветов, патриотичные песни и исторические реконструкции продолжили светскую часть мероприятия. В едином порыве гимн спели буквально на одном дыхании. А вот вторая часть дня была связана с праздником Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Погода не благоволит, однако тысячи жителей города пришли сегодня к Казанскому храму, откуда буквально несколько минут назад начался крестный ход. Ощущения праздника и единения буквально витают в воздухе. По Шереметьевскому проспекту и улице Красной Армии до площади Победы. Здесь и представители духовенства, и чиновники, но преимущественно, конечно, горожане, которые пришли почтить икону Пресвятой Богородицы. У церкви Георгия Победоносца был совершен соборный молебен. К собравшимся обратился митрополит Иваново-Вознесенский, Ивичекский и Иосиф. Случайных людей здесь нет. Об истории праздника с удовольствием рассказывают как малыши, так и первые лица города. Вы знаете, этот праздник является открытием одной великой тайны. Тайность заключается в том, что Россия на протяжении своей истории всегда подвергалась нашествию разных врагов. И за этот период столетий многие государства, многие народы просто исчезли с лица земли. А вот наш народ, он остался. Сегодня праздник Казанской Божьей Матери. Она спасла Москву от поляков. Потому что мы православные, мы всегда должны ходить на такие праздники. И Богородица, она всегда помогала русским людям во всех войнах. К праздничному событию приурочили и вручение наград. Исполняющие обязанности главы города Иваново Алексей Хохлов и начальник пожарно-спасательной академии Игорь Малый награждены патриаршими юбилейными медалями с формулировкой «За развитие православия и духовно-нравственное воспитание молодежи». Наталья Горюнова, Кирилл Маршов. Программа «Губерния». Громкая победа гражданского общества. Директор лицея номер 32 Сергей Рябков продолжает занимать пост директора учреждения. Эту информацию официально подтвердила начальник городского управления образования Елена Юферова. История, в которую вмешался сам губернатор. В центре внимания увольнение директора 32-го лицея молодого педагога Сергея Рябкова. По данным мэрии, за два года его директорство школа сдала позиции в рейтинге. Родители учеников с таким решением администрации не согласились. Поддержали руководителем, митингом и многочисленными письмами. Руководителем региона, обращениями в прокуратуру. Как нам сообщила Елена Юферова, у Сергея Рябкова официально закончился отпуск. Со 2 ноября он приступил к выполнению своих обязанностей. Никаких дальнейших действий в отношении него не предполагается. Когда безработный не идет в службу занятости, служба идет к нему. Поддаленным селам и деревням нашей области курсируют спецавтомобили. Снабженные техникой, банком вакансий и специалистами. Около 10 тысяч человек уже воспользовались услугами мобильного центра. Сегодня его встречали жители Подвязновского. А также наш корреспондент Дарья Костина. Спецавто, напичканные аппаратурой. В нем компьютер, принтер и специалист центра занятости. В отдаленные поселения, деревни, во всех районах Ивановской области выезжают мобильные центры занятости населения. В мобильных центрах мы предоставляем гражданам, не имеющие работы, государственные услуги. Такие как информирование о ситуации на региональном рынке труда, содействие в поиске подходящей работы. По Двязновске и в мобильную биржу труда пришло около 30 человек. Куда удобнее, чем ехать с пересадками в Иваново. Здесь у каждого личная история, которая рисует картина в целом. Мужчины предпенсионного возраста. Был их сил на работу, водителям или строителям уже нет. Говорят, вакансии охранника и сторожа подойдут. Конечно, очень удобно узнать, что там, вакансии какие-нибудь есть или нет. Я уж полгода до пенсии. Так что что-то серьезное умею так как-нибудь выживать. Позвонили, сказали, что вместо того, чтобы приехать уже на биржу труда, я приехал сюда. То есть пришел. У меня был инфаркт в 2012 году. То есть уже получается мне только в охрану. А так был маляр, стукатур, плиточный, бетонщик. Еще одна заметная тенденция – почти все пришедшие бывшие работники заводов и фабрик. Увы, закрывшихся. На маргаринке, по сокращению, у нас закрыли завод. 30 лет там проработала. И в испытательности сложно найти работу? Да. Охранник, зарплата 9 тысяч рублей. Сторож 7,5. Примерно столько же у подсобного рабочего. Ситуация на рынке непростая. Кому-то в центре занятости предлагают бесплатное переобучение на другую специальность. А вот старшеклассникам подвязновской школы советуют определиться с будущей профессией уже сегодня. При помощи игр и психологических тестов. Дарья Костина, Сергей Тютин. Программа «Губерния». А сейчас коротко о темах следующего выпуска. Война за зарплату. Почему строителям объекта для ракетной бригады не платят за работу? Государственный заказчик этого объекта оборонного значения – Министерство обороны Российской Федерации. Прореха в бюджете или в обороне? Куда делись деньги на строительство военного объекта? Прыгай, пока не замерз. Из-за чего едва не сорвались всероссийские соревнования. Ты уже стоишь перед батутом и замерзаешь. И тело не согрета, и неудобно прыгать. Стать лучшим из 250. Кто из ивановских батутистов поедет на первенство мира? Не забывайте телефон нашей горячей линии 58-77-77. О метеопрогнозе прямо сейчас вам расскажет Анастасия Чистякова. А у меня на этом все. Я с вами прощаюсь. Удачи и хорошего настроения. В битве двух циклонических вихрей победу начинает одерживать антициклон. Он уменьшит вероятность дождей, но сделает последний рабочий день недели значительно прохладнее. Все подробности через считанные секунды. Ивановская область перешла во власть антициклона. И хотя облаков в небе останется предостаточно, дожди маловероятны. Кроме того, начинается заметное похолодание. Ночью в Иванове области облачно с прояснениями. Без осадков ожидаются заморозки. Температура минус 1-3 градуса, местами до минус 5. Днем дожди также маловероятны, а температура воздуха будет чуть выше нуля. Показатели термометров будут колебаться в диапазоне 1-3 градусов тепла. Ветер с северо-западный до 9 метров в секунду. По погоде в пятницу вполне можно будет строить планы и на выходные. Мощный антициклон не позволит внести какие-то серьезные изменения. Оба дня будут относительно прохладными и без дождей. О погоде на этом все. Теперь и в Иванове. Только в стоматологическом центре Кронекс уникальные операции по имплантации и костной пластике по доступным ценам. Стоматологический центр Кронекс. Доверьтесь профессионалам. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ